Добрый вечер, кто смотреть не знаю, что-то я запуталась совсем, ну неважно, буду куда-нибудь смотреть, но самое главное буду с вами разговаривать. Добрый вечер, друзья, еще раз всех хочу поздравить с наступившей Пасхой, пусть Бог хранит вас, пусть все ваши мечты сбываются, самое главное пожелаю вам здоровья и долгих лет жизни, будьте счастливы, идите только вперед, еще раз повторяю вам это, никогда не сдавайтесь перед никакими трудностями, только вперед и вперед, Божья помощь. Ну что, в первую очередь я хочу поблагодарить вас всех за ваши просмотры, я действительно так бесконечно счастлива, что вы стали больше смотреть за моими видео, следить за мной. Я постараюсь вас не подвести, потому что я действительно раскрыла себя на канале YouTube и хочу продолжать это дальше, то есть я уже не могу ни смыслю жизни без вас, чтобы не продемонстрировать то, что я делаю каждый день и как я живу. Поэтому большое вам спасибо и я надеюсь, что я буду вас только радовать, а если у вас какие-то есть вопросы, какие темы вам интересны, вы мне пишите пожалуйста в комментариях и я постараюсь на эту тему создать новое видео. Как мой муж отреагировал на мои Пасхи. Ну вчера, когда я спекла, мы горяченькие попробовали их, он съел, а сегодня утром, когда пришел час завтрака, я ему сказала, ну что дорогой, мы чай, пасхи и яйца, это наш завтрак будет. Он сказал, нет, пасху я не буду кушать. А почему, я спросила его, потому что, говорит, мне она не понравилась. Я говорю, как это не понравилось, ты вчера так хорошо съел, сегодня не хочешь есть. Он мне сказал, ты на меня не обижайся, ну я, говорит, не люблю куру пасту, то есть сухую выпечку. Я говорю, а как ты любишь? Ну я люблю мокрое, чтобы все было такое влажное тесто. Меня немножко огорчилось, потому что придется мне все это есть. Ну я сегодня раздала соседям там яички, яйца, приготовила ему на завтрак хачапури, грузинские хачапури, вот это он все поел, а я ела пасту. Я сегодня столько их поела, я, наверное, набрала точно килограмм. Вот когда они у меня закончатся, я буду продолжать уже свои диетические дни. Но сейчас не могу оторваться, потому что я так соскучилась по этому удобному тесту. Такое вкусное, оно такое тяжелое. Кушаешь, они такие влажные, вообще так мокрые внутри. Вот это то, что мне нравится. Действительно очень вкусный рецепт, поэтому обязательно, сейчас это очень поздно, я это поставила видео, но на следующий год обязательно воспользуйтесь моим рецептом. И что дальше? Поехали. Так вот, немного спустя, попозже, позвонила моя подруга, она здесь в Турции, живет в Стамбуле 10 лет замужем, и объяснила свою ситуацию. Представляешь, она всегда мне подсказывает, что нужно готовить. И когда я вот приехала сюда, она очень много мне дала хороших советов обо всем, потому что я приехала и не знала здесь в жизни абсолютно ничего. Ну так вот, она мне, знаешь, что сказала, что ты, говорит, свою сухую пасху, как он говорит, залей горячим молоком, оставит на какое-то время, она так себя промокнет, и вот он это съест. Это похоже на арабскую сладость какую-то. Ну вот так я и сделала, мы посмотрим, что получится. Но чем я занималась сегодня? Сегодня мы пошли погуляли по городу, и я засняла видео, очень интересно, вы посмотрите потом, обязательно посмотрите. Поддержите меня своими плюсиками и подпишитесь обязательно ниже под видео, потому что мне нужны ваши голоса, мне нужна ваша поддержка. Я вас очень прошу, я буду, как говорится, всегда вас радовать. Так вот, мы пошли погуляли, и, к сожалению, я поснимала кое-что, и у меня закончилась память на телефоне, сколько у меня было закидано в этом видео, я забыла их стереться. И так вот, пожалуйста, посмотрите, что будет дальше. А мы продолжим потом. Пока! Какие красивые цветы! Мы вышли на одну из главных улиц возле нашего дома. Такие цены на топливо. Немножко покажу вам обзор улицы. Это центральная, она очень длинная эта улица. И вот мы идем, так же, какие магазины. Что-то интересное. Все слегкает. Новый сезон открыт. А это впереди Медикал Парк. Я, когда приехала сюда, его строили только. Так я хотела здесь устроиться, работать. И я пришла сюда, когда его открыли. Интересно, мне не так владела хорошо в то время. Я написала. Сиви называется себе. Информацию. Пришла. Он еще не открытый был тогда. Только-только, когда подходит он. Отдала документы. Но мне сказали, подождите. Ну, я и села. Иду, сидим с мужем. Они говорят, сейчас ваши документы в Сирии посмотрят. Информацию о вашем опыте и обо всем. И вызовут вас на собеседование. Пришла моя очередь. Меня вызвали одну. Ну, я на самом турецком. Начала объяснять, что я умею, как я умею. Вы знаете, что я говорила на первых порах. Интересно вообще, какая здесь медицина. Как работают. Что делают. Они говорят, вам нужно подтверждать диплом. Без этого никак. Я сказала, ну пожалуйста, возьмите меня хотя бы санитарной. Или помощница. Или уборщица. Чтобы посмотреть, как здесь работают вообще. Мне так было интересно, лишь бы не дома сидеть. А они говорят, что вы умеете. Я сказала, я это умею. Я это умею. Батя-6-5, я поработала медсестрой. Я сказала им, что я умею. Они мне объясняют, а я им свою правду. В общем, они позвали моего мужа и объяснили. Мы понимаем, что она говорит. Но мы ей объясняем, что нужно подтверждение дентлика. Без дентлика никак не устроишься здесь на работу. И мы ничем не можем вам помочь. И... Такая разочарована я вышла. Я так надеялась, что они мне позволили. Такой огромный медикал пак. Кстати, здесь очень... Все дорого. Все консультации. Просто это частная клиника. Частный сектор. Поэтому... Сюда попасть. Стоматологу даже очень приятно. Мне кажется, что это на 1000 лир стоит. Очень дорого. Ну, в общем, такая... Такой у нас медикал парк. Это парадок. Да. Видится, какая-то эдоматиф соната. Машмала.